474 болгарских километра Сварной шов газовой трубы не простой, а золотой Болгарский транзит с украинским акцентом Сейчас непросто оценить, на каком направлении газового транзита у России больше трудностей Северным, южным или же просто на украинском Северный поток, кажется, решил датский ребус А вот разберется ли турецкий поток с болгарским демаршем, пока не совсем ясно Последние новости из Софии обнадеживают И похоже, не просто так российский президент уже успел дать понять Болгарии, что может пойти и в обход А болгарский премьер даже успел ответить, что у России нет альтернативы Болгарии Прямое вмешательство Владимира Путина показывает, что все складывается непросто Спор явно затягивается, хотя прекращение украинского транзита становится все ближе и все вероятней И, к сожалению, дело явно не обойдется без прямого или косвенного вмешательства Американского прагматика из Белого дома Дональда Трампа Россия и Газпром уже получили очередную порцию санкций за Северный поток Теперь в очередь за санкциями, кажется, поставили и турецкий поток Есть в болгарской литературе один герой, которого многие братушки недолюбливают Примерно так же, как Чехи бравого солдата Швейка Он вышел из-под пера незабвенного Алико Константинова и зовут его Байганю Простоватый и прижимистый, зато хозяйственный провинциал, что называется, себе на уме Где-то может и вляпаться, но выгоды своей, пусть мизерной, не упустят никогда В ожидании часа Х, когда 1 января Украина, скорее всего, перекроет российский газовый вентиль Болгарские партнеры российского Газпрома явно перечитали похождение Байганю Болгары уже успели посчитать свои потери И от этого получилось 110 миллионов дол Но, скорее всего, сейчас болгарские чиновники не считают убытки А просто потирают руки от удовольствия в связи со своей ловкой комбинацией Вот мол, и с газом остались, и русского монополиста перехитрили Тут ведь еще и с Венгрией, и с Сербией, куда более лояльными к России на протяжении вот уже десятка лет Будет должен что-то делать И все это после того, как удалось разрубить датский юзел на Северном потоке-2 Однако наследникам Байганю было бы весьма полезно напомнить Что трансбалканский газопровод с финальной точкой в австрийском Баумгарте не остается недостроенным В чем его коренное отличие и от турецкого потока, и от скромного трансбалканского коридора Без оглядки на Турцию Договоренность о том, что Москва и Анкара откажутся от поставок по трансбалканскому коридору, как только запустит турецкий поток, была достигнута еще в 2017 году И никто не делал из нее секрета Из двух его веток одна поставляет газ напрямую в Турцию, а другая транзитом через эту страну на юг Европы Как пройдет вторая ветка, обсуждали очень долго, и в итоге выбор пал на Болгарию Но, по всей видимости, это было ошибкой Хотя София может и просто поторговаться, причем не только с Москвой и Анкарой, но и с Вашингтоном Не зря же туда столь оперативно слетал премьер Бойко Борисов Очевидно, спрашивал, как Софию могут наказать за участие в турецком потоке В ситуации на юге у Газпрома нет таких мощных союзников, как на севере А подавать газ в направлении на Будапешт и Белград как-то надо Трудно понять, почему Россия так долго тянула с ультиматумом в адрес Болгарии Но, тем не менее, угроза наконец-то прозвучала, причем из уст самого российского президента Отложена она была, судя по всему, только в расчете на более сговорчивого украинского президента Расчет не оправдался, но, возможно, только пока Газовая война с Украиной практически не прекращается со времен распада СССР И вполне может оказаться более продолжительной, чем столетняя С каждым годом она втягивает в сферу воздействия все больше и больше стран Причем уже давно не только европейских Может быть, только Юго-Восточная Азия пока может себе позволить роскошь не замечать украинский синдром Хотя сила Сибири говорит о том, что это не совсем так Точнее, совсем не так СМИ на Западе сейчас регулярно напоминают, что Россия пытается использовать не только слабость Украины Но и развод Анкары с Вашингтоном При этом как-то забывается, что на первом месте тут чистая прагматика На случай украинского нет, надо что-то предпринимать Поскольку от Болгарии удар ниже пояса Россия получает уже не в первый раз Когда-то, в 90-е годы, в приморском болгарском Бургасе всерьез обосновался российский Лукойл Выстроивший там мощный нефтеперерабатывающий завод Но это ничуть не помогло в разрешении кризиса с нефтепроводом Бургаса Александру Полис Болгария-Север Греции Нефть в трубопровод должна была поступать из Новороссийска И он мог разгрузить находящиеся под контролем Турции средиземноморские проливы С этой трубой не сложилось только из-за чрезмерных запросов Болгарии Как и потому же с газовым южным потоком, от которого Москве пришлось просто отказаться Тогда даже Греция делала Газпрому нескромное предложение протянуть трубопровод из Турции через свою территорию И далее вплоть до Италии Однако в тот момент Россия только начинала налаживать деловые нефтегазовые отношения с Турцией И Газпром такое предложение принять не смог На сегодня турецкому потоку не хватает до завершения только 500 с небольшим километрах Из которых 474 проходят по территории Болгарии Балканский газопровод должен был строить итальянское саудовский консорциум Arcade Выбранный как будто нарочно в пику русскому Газпрому Как и можно было ожидать, проект он откровенно завалил Чему поспособствовали болгары, устроившие пятимесячные разборки с конкурентом Arcade При этом тот самый премьер Бойко Борисов беззастенчиво ссылался на нормы Евросоюза Из-за которых вообще-то тормозились многие проекты Газпрома Сам же поспешил на рандеву с президентом США Дональдом Трампом для консультаций среди прочего и по энергетическому вопросу Кстати, теми же нормами ЭС российскому газовому монополисту не раз тыкали в глаза по поводу другого амбициозного проекта Северного потока Однако последнюю датскую запятую русский Газпром проигнорировал при самом прямом участии именно европейских энергетических гигантов Получилось так, что прецедента не получилось Получилось только слегка притормозить реализацию проекта Теперь точно так же может случиться и с турецким потоком Хотя в союзниках у Газпрома там остаются в основном турецкие же фирмы Таких аргументов, как в споре с Данией, у Газпрома на юге маловато Зато альтернативных маршрутов гораздо больше, чем в случае с датским Veto по Nord Stream 2 И как стало известно буквально накануне, почти ультиматум российского президента сработал без промедления Исполнительный директор компании «Булгар Трансгаз» Владимир Малинов заявил Что Болгария с 1 января 2020 года сможет обеспечивать транзитные поставки газа в Грецию и Македонию из турецкого потока По словам Малинова, 30 ноября Турция сделала золотой сварной шов, соединивший турецкий поток с Балканским потоком, который находится на территории Болгарии